МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понять, где нужно доработать. Председатель горисполкома продолжает цикл встреч с жильцами микрозон. В данной встрече зарекомендовали себя с положительной стороны. Какие предложения внесли горожане? Инновационное развитие. В городе прошел конкурс бизнес-идей. Мы очень рады, что мы могли защитить свой проект, показать его. Кто претендует на главный приз? Торжество знаний. Средняя школа номер 9 отпраздновала 80-летний юбилей. Система образования. Это основа, фундамент. Кто поздравил любимые учебные заведения? А также открытый микрофон и, главнее всего, погода в доме. Синоптики обещают на выходных снег и гололед. Ждать ли еще сюрпризов от небесной канцелярии? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Четко по делу. Александр Лукашенко продолжает встречи со студентами высших учебных заведений в формате «Открытый микрофон с президентом». Масштабный диалог с белорусским лидером прошел в МГЛУ. Кроме студентов лингвистического университета присутствовали представители профессорско-преподавательского состава, магистранты других учреждений. Одна из ключевых тем – совершенствование формы обучения. В истории нашей страны такой момент, когда можно говорить все, высказывать свою точку зрения. 26 января вы определитесь с главным вопросом, который может быть у каждого, и простой вопрос. Вы на него ответите. Это тот момент. Просто делайте это, как люди с высшим образованием, культурно, без гвалта, без шума. Делайте так, чтобы не мешать других. Потому что у каждого из вас разные точки зрения. И хотелось, чтобы вы не наступали друг на друга, даже не толкались, определяя и высказывая свои позиции и свою точку зрения. Но у нас такой период, повторяю, когда вы свободно, спокойно можете высказывать любую позицию, любую точку зрения, услышав ответ 26-го определительства. Президент прокомментировал качество отечественного образования, отметив, что оно не хуже зарубежного. Не оставил без внимания глава государства вопросы будущего вуза. Коснулись и навыков, которые необходимо развивать у детей, и в чем заключается главный успех Беларуси. От разговоров к делу. Председатель Бобруйского госполкома продолжает цикл регулярных встреч по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На этот раз Игорь Кисель посетил 21-ю школу. Здесь на встречу к мэру пришли жильцы микрорайона Киселевичи, обслуживанием которого занимается ЖЭУ номер 11. Традиционно на встрече с председателем должностные лица, которые могут дополнить и дать разъяснения на интересующие граждан вопросы. Среди таких аспекты сферы ЖКХ – благоустройство территории. Данные встречи зарекомендовали себя с положительной стороны, поэтому председателем госполкома было принято решение почаще проводить такие встречи с жителями. Граждане активно приходят со своими поколичными обращениями какими-то, но также и с предложением благоустройства нашего города. Бобручане поблагодарили власти города за проделанную работу по укладке тротуара и установлению большего количества детских площадок. Резюмируя итоги встречи, председатель госполкома пообещал лично выехать на места для уточнения деталей по некоторым вопросам. В Бобруйске прошел открытый молодежный конкурс «Бизнес-идеи, ростки бизнеса». На победу претендовали 18 стартап-проектов. О лучших из лучших Елизавета Липеева. Долгожданный финал. Открытый молодежный конкурс «Бизнес-идеи, ростки бизнеса» собирает физ и юрлиц со всей страны. Львиная доля участников – в Бобруйчане. На победу претендует 18 стартап-проектов. Лучших определяют по пяти номинациям – передовые производственные технологии, интернет-вещи, социальный проект, технологии в медиа, дизайне, культуре и другом. Польза в любом случае участия в этом конкурсе есть. Даже если это не победитель, скажем, не нашли там участники инвестора или что-то в этом роде, то это своеобразный опыт, это новое знакомство, новое общение. То есть можно найти, например, каких-то коллег в своей же сфере, либо в смежных сферах. Мы очень рады, что мы могли защитить свой проект, показать его и просто получить удовольствие от участия в этом замечательном конкурсе. Здесь реально заложен механизм финансирования, который в случае его получения призового фонда даст совершенно другие возможности для реализации любой из представленных здесь бизнес-идеи или проекта, который был озвучен. Ажиотаж креатива в номинации «Бизнес-идеи от учащихся и студентов» самые юные участники удивляют инновационным подходом. Презентуют топливные брикеты из листьев, оптический микрофон на базе лазера и фоторедактора и даже многофункциональный мессенджер с интеграцией искусственного интеллекта. Данная идея, я считаю, она очень перспективна, так как действительно у нас нету своих независимых аналогов мессенджеров. А мой мессенджер не просто обладает функциями, которые есть в том же Телеграме, а он обладает рядом уникальных функций. Конкурс очень классный, дает возможность показать себя, поучаствовать. И вообще вот не только я была как юный участник многое, и классно, что молодежь этим интересуется. Для меня участие в конкурсе – это еще одна возможность услышать советы и на отпуске от жюри, которые могут улучшить мой проект в дальнейшем. На кону 750 тысяч белорусских рублей презентацию каждого проекта сопровождает активная дискуссия между жюри и претендентами на значимую финансовую поддержку. В диалоге рождается истина, и после тандема развернутых вопросов и ответов среди 18 стартап-проектов выбрать самый-самый гораздо легче. Будем, наверное, уже на ежегодной основе, это уже хорошая традиция, проводить в нашем городе такие мероприятия, чтобы их поддерживать, чтобы давать им развитие, чтобы они жили в нашей стране и любили нашу страну, и развивали, и реализовывали свои возможности и потенциалы. В каждой номинации награды находят своего победителя. Организаторы конкурса «Бизнес-идей» специальными призами поощряют и самые оригинальные идеи. Так, денежный сертификат достается юной бобручанке. Гордое звание победителя завоевывает Игорь Степанов с проектом «Производство цитримониум хлорида» для создания косметических средств и бытовой химии. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Праздник эмоций. Средняя школа номер 9 отметила круглую дату. 80 лет – большой юбилей для учреждения. Поздравить любимую «Альма-Матер» пришли не только преданные ученики, заботливые родители и вдохновляющие педагоги, но и руководство города, депутатский корпус. В воздухе радость и веселье из каждого уголка доносится смех. Со сцены самые теплые пожелания, искренние слова благодарности, красочные танцевальные и музыкальные номера. Это прекрасная дата для нашей школы. Наша школа была основана в 1944 году. 1 сентября прозвенел первый звонок. Эти 80 лет школа растила прекрасных учеников, патриотов своей страны. У нашей школы не только славное прошлое, у нее прекрасное настоящее и, конечно же, счастливое, яркое и невероятно радостное будущее. 55 лет я предана школе, потому что я училась в этой школе, закончила 10 классов, поступила в педагогический институт, тогда в то время институт, закончила. И вернулась обратно в свою школу преподавать учителям начальную школу. Нашей школе 80 лет, и мне бы очень хотелось пожелать всему нашему коллективу, всей нашей школе, чтобы она процветала, чтобы она развивалась, чтобы еще долго-долго она существовала, еще не один раз справляла свой юбилей 80-летия, 90-е и так далее, и так далее. В адрес педагогов почетные грамоты и море цветов. С пустыми руками не остается никто. Ученики посылают со сцены лучи любви, читают стихи, поют, танцуют, дарят положительные эмоции. Ценные подарки преподносят и самой школе. Дельное слово благодарности организаторам, руководству школы за то, что пригласив меня на этот праздник, я действительно получил возможность окунуться в удивительную атмосферу школьного времени, школьных выступлений. Мы в этот год отмечаем 80-летие освобождения нашей страны и, видите, 80 лет школы. Это говорит о том, что тогда, когда еще гремела канонада на западе нашей страны, страна думала о том, что необходимо заниматься образованием. И тогда, и сейчас мы этим и занимаемся, потому что образование, система образования – это основа, фундамент любого политического устройства, гражданского устройства любой страны. К искренним поздравлениям присоединились и звездные выпускники – заслуженный артист Беларуси Руслан Олехно и лидер группы SkyNet Иван Пономарев. Незабываемая атмосфера праздника объединяет всех – учеников, педагогов, ветеранов труда. Школа номер 9 может гордиться своим наследием. Утепляемся. Дождь, мокрый снег, гололедится. Ноябрь все чаще начинает напоминать о скорой зиме. По ночам заморозки, трава белеет от иня, земля твердеет. Лужи покрываются тонкой корочкой льда. Но если теплее одеваться, то ноябрьская сырость и холода не страшны. Какой будет погода в Беларуси в выходные дни, узнал Виталий Гаврусев. Белорусы оказались между осенью и зимой. Так хочется, чтобы выпал настоящий снег, тот, который пролежит долго. Но, увы, природа еще не готова нас этим порадовать. А вот резкое похолодание мелькает на горизонте. Осень в Могилевской области, как и по всей стране, раскрывает свои тайные страницы. Предлагая нам насладиться прохладой утренних туманов и относительно теплым днем. А вот к выходным нам необходимо готовиться к переменчивому настроению природы. Синоптики прогнозируют похолодание. Ожидаются осадки в виде снега. Мокрого снега на отдельных участках дорог гололедится. Средиземное море одной из самых известных в мире может оказаться под угрозой исчезновения через десятки миллионов лет из-за медленного столкновения африканской и евразийской тектонических плит. Они ежегодно сближаются на миллиметры. И в далеком будущем такое движение может привести к полному его исчезновению. А тем временем климатические изменения оказывают значительное воздействие на фитопланктон. Основу океанских экосистем. По мнению ученых, снижение их численности на 16-26% северной Атлантики может привести к сокращению рыбных популяций на 38-55%. Этот прогноз более чем вдвое превышает предыдущие оценки. В субботу 23 ноября возможен сильный ветер. Ночью будет до 7 градусов мороза. Днем от минус 2 до плюс 3. В воскресенье ночью по всей стране днем в отдельных районах прогнозируется кратковременный снег и мокрый снег. Местами возможен гололед. Но несмотря на холод и серость, ноябрь олицетворяет собой особую красоту, скупую, лаконичную и немногословную. Виталий Гаврусев, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Как избежать нервозности и минимизировать ее последствия? Почему стрессоустойчивость – одна из важнейших свойств личности? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в новом выпуске «Зумеры онлайн». Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!